Ну, собственно, всем привет! Немножко пару слов обо мне. Меня зовут Владислав Шакиров. Собственно, я занимаюсь разработкой на Дотнете уже, наверное, лет 10. Прошел достаточно большой путь от совсем джуна до... Ну вот сейчас я, собственно, руководитель команды разработки. Вот. Ну, немножко о моем опыте. Я начинал с того, что работал в одной омской конторе, которая занималась разработкой средств диагностики для РЖД. Достаточно интересный проект. Ну, очень много вычислений, очень много математики. Но, к сожалению, контора была небольшая, поэтому опыта там очень много в разработке не наберешься. Поэтому с 2017 года я перешел в один желтый банк и занимался кассовым приложением. И вот здесь вот мы уже... Ну, я попал в очень крутую команду. Где-то вот здесь Паша. Паша, привет! Которые меня очень много чему научили, в том числе и, ну, собственно, показали какие-то примеры и DDD, и чистой архитектуры. В общем, было очень интересно. И вот с 20-го года я перешел в другую компанию, синюю такую, которой, к сожалению, сейчас в России нету. И там мы производили на микросервисах тяжелейшее вычисление себестоимости проектов. То есть это был такой внутренний проект, очень крутой. И там мы как раз познакомились и с чистой архитектурой, и с микросервисами, и с DDD. Вот там прям было все здорово. Ну и, собственно, с 22-го года я руковожу командой разработки. Ну, собственно, проект работает на госсектор. Мы разрабатываем очень крутую, как мне кажется, я надеюсь, систему кадрового электронного документооборота. И вот тут как раз хотелось бы поговорить о том опыте, который мы сейчас применяем. То есть те сервисы, которые мы сейчас разрабатываем, вот они примерно по тому вот, как сказать, пайплайну, что ли, да, который я покажу. По тому примеру, примерно вот так они разрабатываются. И нам в целом это очень нравится. Ну, немножко про план доклада поговорим, что такое архитектура, что такое чистая архитектура, да. Попробуем придумать какое-то определение, что это такое. Затем посмотрим, как ее обычно применяют в проектах и почему это мне не нравится, да. Ну, на самом деле, по-разному ее могут применять, да. Ну, вот я видел очень часто именно вот такое применение. И сам, на самом деле, также разрабатывал когда-то и понял, что, ну, есть куда стремиться. Вот. Посмотрим, как мы ее применяем в нашем проекте, в наших проектах даже, потому что, ну, на самом деле, я занимаюсь не только одним проектом, еще там какие-то пэт-проекты. Ну, в общем, посмотрим пример. Посмотрим, какой тулинг у нас, что мы применяем, собственно, в разработке. И, я надеюсь, если время останется, то посмотрим код. Какие виды архитектуры у нас есть? Я, на самом деле, выделяю их всего два. Это Big Ball of Mood или Spaghetti Code. Ну, обычно он выглядит вот примерно так. Генерирует нейросеть, собственно, по запросу Spaghetti Code. Или Big Ball of Mood, вот примерно вот так вот, да. Ну, то есть, это код, который не связан, который ужасно выглядит. Он может быть, кстати говоря, написан, ну, человек старался писать в чистой архитектуре, применять DDD паттерн, там, все паттерны, гофы и так далее, тому подобное. Но он может все равно получиться вот именно таким. Почему так? Ну, бог его знает. Получается, да? Вот, и второй вид архитектуры, как мне кажется, это луковичные, слоистые и прочие там геометрические фигуры, в том числе и чистая архитектура, потому что она, ну, является примером такой обычной слоистой архитектуры, просто с определенными правилами. И вот, как мне кажется, что чистая архитектура и вообще архитектура приложения, как вот это здание, она должна быть очень лаконично, очень структурировано и очень понятно. То есть, вот мы на него посмотрим, здесь видны как бы этажи, видны там, ну, какие-то элементы здания, и оно все четко, все распределено, да? То есть, вот, поэтому мы и говорим архитектура приложения, да? То есть, не просто там набор кода, именно архитектура, и вот она должна быть такой вот красивой и понятной. Ну, красивой может быть не совсем красивой, да, но как бы вот лаконичная и строгая. Еще хотелось бы пару слов сказать, каких мы придерживаемся принципов разработки программного обеспечения. На самом деле, это KISS, очень простой принцип, keep it stupid simple. То есть, мы не стараемся накручивать какие-то, какие-то очень сложные обертки, какие-то очень сложные паттерны на наш код, потому что, во-первых, это очень сложно для понимания самих себя. Очень часто так бывает, что, ну, команда большая, вот у меня, например, команда это 10 человек, там иногда она расширяется, если нам надо срочно что-то разработать, иногда она сужается, когда задач меньше становится, и постоянно приходят какие-то люди вот из параллельных наших треков, и очень сложно влиться в то, что мы делаем. Поэтому мы считаем, что код, он должен быть, ну, достаточно простым. Следующий принцип – это you are gonna need it, you aren't gonna need it. То есть, если тебе это не надо, ты это не делаешь. Не надо делать какие-то, ну, конечно, надо предугадывать то, что код будет расширяться, то, что мы будем накручивать какие-то в дальнейшем вещи, под это входы надо какие-то делать. Но если мы считаем, что это нам сейчас, в данный момент, прям очень сильно не надо, и, скорее всего, оно не понадобится в будущем, мы это не, ну, стараемся не писать, не накручивать код. То есть, он должен оставаться чистым, он должен выполнять только то, что в данный момент нам по бизнесу требуется. Ну, и, конечно же, паттерн гов, без них никуда. Да, но тут, вот, я как раз тут был вопрос про холивар, да, я считаю, что злоупотреблять паттернами гов не следует, потому что это усложняет код и усложняет понимание для людей, которые приходят в наш проект. Очень часто приходят, например, медлы, джуны, и для них очень сложно это. И, чтобы они побыстрее влились в проект, начали разрабатывать, собственно, бизнес, ну, не надо злоупотреблять. Ну, и к тому же, как мне кажется, все равно, вот, код должен, ну, собственно, первый принцип, кис, код должен быть простым и тупым, выполнять свою работу. Ну, и давайте перейдем теперь к чистой архитектуре, что же это такое. Вот, ну, как я уже сказал, это вид некой слоеной архитектуры, да. На самом деле это скорее как свод определенных правил, то есть, да, ну, мы не можем сказать какое-то конкретное определение чистой архитектуры. Это свод правил, которые мы вот придерживаемся при разработке программного обеспечения. И, ну, как нам кажется, цель чистой архитектуры – это понятная структура, понятный код. Вот. И четвертый поинт. Ну, давайте придумаем для начала вот какое-то определение, да, все-таки чисто архитектуры. И, ну, это некий вид слоеной архитектуры, в котором все компоненты разделены по уровням, и каждый уровень может быть зависимым. Вот что важно, да, это как раз четвертый поинт – зависимость компонентов. Каждый уровень архитектуры приложения, да, самого приложения, он должен быть зависим от уровня ниже, но никак не наоборот, чтобы у нас, ну, собственно, компоненты приложения были, располагались в строгой вот иерархии и зависели только от нижнего уровня. Это, вот, как мне кажется, это основной момент, ну, который, собственно, применяется вот в нашем паттерне и, ну, в чистой архитектуре. Все видели, наверное, вот эту картинку, она очень, ну, как бы, честно взята с Хабра, из статей чисто архитектуры все ее видели, вот. Но, как мне кажется, здесь вот мы видим, ну, собственно, картинку обычной слоеной архитектуры, в центре сущность, затем сценарии, контроллеры и по бокам там BD, там UI, ну, то есть инфраструктура какая-то, да. Вот, как мне кажется, данная картинка немножко не отображается в чистой архитектуре. Почему? Потому что, ну, вот это вот мишень какая-то, да, непонятная, как тут структурируется. Здесь вроде бы есть какие-то направления зависимости, да, но все равно, как мне кажется, это немножко ненаглядно. Поэтому, да, извиняюсь, получается, вот, если мы вернемся к этой картинке, да, в основном, как реализуют чистую архитектуру? Ну, примерно вот так вот, да, у нас есть некий сервис, это реальный вот скриншот из реального проекта, то есть не демок, а реальный проект, да. У нас есть какой-то сервис, вроде бы есть домен, вроде бы есть лоджик, да, вот там тесты и вот есть REST, да, проект, который, собственно, является самим сервисом, да, сам запускается. В логике у нас есть и контексты, и что-то там с консюмерами связанное, интерфейсы там, стратегии и так далее, тому подобное. Как мне кажется, это немножко неправильно, хотя код написан, вроде бы, в рамках чистой архитектуры, то есть правильно распределены зависимости между компонентом, но компоненты как-то лежат в перемешку непонятно, непонятно. Поэтому, собственно, вот, применяя, опять же, паттерн чистой архитектуры, но более такой структурированный, получается, ну, примерно вот такое вот распределение, которое мы для себя угроботали. На самом верхнем уровне, он седьмой, то есть самый верхний уровень, ну, располагается приложение, которое зависит от инфраструктуры. И инфраструктура, собственно, смотрит на точки доступа, ну, или приложение, опять же, да, через инфраструктуру смотрит на точки доступа. Точки доступа, это могут быть контроллеры, некоторые некие консюмеры, которые, там, ну, например, из очереди что-то вычитывают, да, сообщения и обрабатывают. Точки доступа смотрят на логику приложения. Логика приложения – это некоторые действия, да, ну, по-другому их можно назвать юзкейсы, фичи, хотя фичи, наверное, я бы так не назвал, потому что фича, мне кажется, это более… ну, хотя, да, наверное, логика приложения содержит именно фичи какие-то определенные. Затем у нас идут сервисы, это додоменные сервисы, если вот говорить DDD, потому что, ну, чистая архитектура, она не противоречит DDD, мы можем реализовывать DDD в чистой архитектуре, хотя мы чисто вот не реализуем паттерн DDD в своих сервисах. Сервисы – это некие действия сущностей, да, хотя, если вот мы, опять же, там, посмотрим на первый уровень, да, на первом уровне распространения, полагаются сущности, ну, они могут содержать все равно какую-то логику, то есть они могут быть анемичные полностью, могут быть немножко, содержать какую-то логику. Если нам надо обогатить эту логику, то мы храним эту логику, собственно, в сервисах. И логика приложения уже использует эти сервисы. Ну, чуть позже я там покажу примерно, как мы вот это используем. На втором уровне, вот это важно достаточно, лежат контракты инфраструктуры. Что такое контракты инфраструктуры? Это интерфейсы, например, DB контекста, или интерфейсы логера, да, там, iLogger какой-нибудь, или интерфейсы, там, iMongoDB репозиторий, да, что-то типа такого. Для чего это нужно и почему это именно на втором уровне? Это нужно для использования в сервисах, в логике в приложении, ну, и так далее, по, собственно, по уровню зависимости. Но, так как он на втором уровне, на первом уровне у нас располагаются сущности. Для чего так? Потому что сущности, они обычно, ну, как бы лежат в DB контекстах, например, да, ну, дальше я вот скриншот покажу, как мы используем интерфейс DB контекста, и он именно ссылается на сущности. И поэтому контракты инфраструктуры, они располагаются на втором уровне. На первом уровне, собственно, у нас располагаются сущности, как я сказал, они могут быть анонимичны, они могут быть, ну, обогащены какой-то логикой, но логика эта не ссылается, конечно же, на инфраструктуру. То есть это логика именно самих сущностей, там, может быть, какой-нибудь там счетчик, ну, не знаю, там, кейсов может быть достаточно много. И на самом нулевом уровне у нас располагаются утилиты. Это некие хелперы, всякие экстеншены, которые в основном, ну, это некий, почему он нулевой, да, то есть он по большей части не относится ко всей вот этой вот структуре. Он нулевой, потому что, скорее всего, это некая, ну, может быть, библиотека. То есть на самом деле, вот внизу это может быть не проект именно Дутнета, да, ну, в Солюшене, это может быть какая-то библиотека, которая, ну, написана во всей, для всей организации, там, какие-нибудь там, ну, не знаю, AsyncHelker, вот, например, очень часто используется. EntityBase вот там вот у нас лежит, например. И вот эти вот вещи, они могут использоваться во многих сервисах, и они подключаются, собственно, в каждый Солюшен, либо в качестве Asypro, либо там в качестве, ну, гет-пакета, например. Ну и вот наша интерпретация, опять же, вот она выглядит примерно так, то есть вот нулевое это, а не утилиты и так далее и тому подобное. Ну, вот примерно так. На восьмом уровне у нас вебапе диалог – это, грубо говоря, то, что лежит уже, скорее всего, за рамками нашего сервиса, нашей логики. То есть это то, что располагается выше нашего приложения. Оно служит для коннекта между сервисами. То есть у нас, ну, там микросервисная архитектура, и нам необходимо поддерживать, ну, определенный уровень связи. И, ну, вот если так, в двух словах, у нас в вебапе диалоги лежат сгенерированные N-SWAG-ом клиенты для HTTP, собственно. Ну, сгенерированные N-SWAG-ом HTTP клиенты. Ну и, опять же, да, вот повторяюсь, на нулевом уровне у нас вспомогательный клоунт. На первом уровне это доменные сущности, на втором это инфраструктурные контракты, доменные сервисы, логика приложений, точки доступа к… На пятом уровне это endpoints, точки доступа к приложению, контроллеры, консюмеры, ну, то, с чем интегрируются другие внешние системы. На шестом уровне это инфраструктура приложения. Вот здесь вот как раз можно пару слов сказать, наверное, об инфраструктуре, что там. Там лежат как раз реализации DB контекстов, реализации, например, Mongo репозитория, реализация логера, реализация, ну, например, какой-нибудь интеграции с внешней системой, да. Такое тоже бывает, если там интеграция какая-то необычная, не через REST клиент, там, например, какие-нибудь, не через, ну, не через Rabbit, а там какое-то… На Авалонии, вот, на Авалонии, то есть это десктопное приложение, и в целом вот это вот все прекрасно ложится, единственное, ну, там, по-моему, нету… Да, у меня нету пятого уровня endpoints, потому что оно ни с чем не интегрируется, оно само по себе, это приложение, работает. Ну, вот, немножко правил о том, как, собственно, нам строить вот это вот все дело. Первый уровень, это верхний уровень, может использовать уровни ниже, но не наоборот. У нас идет разделение ответственности, то есть, ну, например, там, на уровне endpoints, да, где-нибудь там в консюмерах, в контроллерах нельзя описывать никакую логику. Хотя мы там этим иногда пренебрегаем, у нас консюмеры могут использоваться как логика приложения, об этом я там чуть позже скажу, но так лучше не делать. И самое главное тоже, понятный нейминг, но это, наверное, не относится к конкретной чистой архитектуре, а скорее относится там к совершенному коду Макбонова, да, вот он постоянно говорил про понятный нейминг. Ну, и тулсы. Тулсы, которые мы используем, собственно, при построении вот нашего приложения, их на самом деле немного. Основным это является entity framework, потому что мы очень много работаем с базой, да, ну, в основном мы там храним данные, да, вычитываем, изменяем и так далее. Ну, собственно, все приложения так и делают. Следующий это Mediator. Mediator мы используем для, ну, собственно, реализации паттерна Mediator, да, разделяем запросы и команды в приложении с помощью него. Ну, как мне кажется, на самом деле его можно выкинуть и использовать, вот, собственно, чистую архитектуру без Mediator, ну, хуже не станет, да. И очень крутая штука, это MassTransit. Вот. Это мы используем для работы с очередями. Вот. Ну, и построение такой модели вот как раз асинхронной обработки наших приложений. Ну, все мы знаем, что такое entity framework. Это ORM, которое, ну, как, опять же, мне кажется, может быть, это объект для холивара, да, но он уже является частью .NET, да. И поэтому он, ну, entity framework является частью .NET, и, ну, не хочется их разделять уже, да, то есть, как сказать, что это отдельное ORM? Да нет, конечно. Ну, кто сейчас будет там использовать, например, тот же самый Engibernate? Вот кто использует Engibernate? Поднимите руку. О-о-о-о! Паш, молодец, да. Ну, давайте вот поговорим вообще, на самом деле, как мы его используем, да. Используется интерфейс контекста в сервисе, в сервисах и в логике приложения. Сам контекст располагается в инфраструктуре, сам DB-контекст, и получается, ну, с помощью UDI это все резолуется в инфраструктуре и в логике, в сервисах и в логике. Вот. Ну, и мы не используем обертки, да, никакие обертки, там, паттерны репозиторий и так далее, тому подобное. Зачем это нужно? Ну, наше такое мнение, что, ну, зачем? Потому что entity-free work и так уже реализует паттерн репозиторий, DB-контекст, ну, как нам кажется, это и есть, собственно, сам репозиторий. Он использует, ну, даже не то, что репозиторий, а unit of work, по сути, когда мы его себе там инжектим в наш сервис, вот он. То есть это, ну, по сути, это некий unit of work, с которым мы работаем, делаем затем commit, passive changes. Ну, вот, это реализация этого паттерна. Вот пример нашего интерфейса. Ну, здесь одна сущность, машина, да, cars. И мы, на самом деле, ну, здесь вот у нас, получается, есть только один метод, это safe changes. Их может быть больше, да, то есть, ну, мы можем здесь вынести те методы, которые нам необходимы в DB-контексте. Ну, для примера, вот только safe changes. На самом деле, для 99%, наверное, кейсов нам хватает именно safe changes. Все, больше ничего не нужно. Следующая туза — это Mediator. Это очень популярная библиотека, которая используется, ну, собственно, для уменьшения зависимости между объектами. И реализует паттерн Mediator и помогает нам работать в CQRS в стиле неком. То есть мы разделяем команды и запросы. Это две разные сущности, хотя они могут оперировать одними и теми же объектами. Ну, собственно, мы вот разделяем. То есть у нас есть request handler и command handler. Это тоже два разных типа сервиса. Это мы относим к логике приложения. Каждый хендлер выполняет только свою задачу. Это очень важно. То есть мы разделяем на некоторые такие use-кейсы. Например, добавить сущность, изменить сущность и так далее. Затем из этих команд и запросов мы можем делать некую логику. Хендлеры, это, вот как я сказал, они являются логикой приложения уже. Они могут использовать сервисы доменные, да? Ну, то есть вызывать, например, а сходи-ка ты в сервис, измени там какую-нибудь сущность, да? Могут содержать собственную логику и работать напрямую с интерфейсом контекста. Ну, нет в этом ничего плохого. Да, ну, как я сказал, уже являются логикой приложения. И, опять же, еще такой момент. Они могут вызываться только из эндпоинтов. То есть эндпоинты приложения, они вызывают хендлеры. Хендлеры уже, так как являются логикой, могут и сами делать какую-то логику, могут вызывать доменные сервисы, которые, в свою очередь, тоже делают какую-то логику. Ну, и опять же, как я сказал, можно не использовать медиатор. Можно напрямую вызывать там логику приложения, да, описать в виде неких сервисов. Ну, наверное, как сказать, это уже, ну, не очень красиво, что ли. Вот. Ну, и пару слов, опять же, про MassTransit. Это достаточно известная библиотека, которая занимается работой с очередью. С очередями, он поддерживает там и Kafka, и Rabbit, и Apache. Ну, достаточно много, собственно, типов очередей, с которыми он работает. Мы используем из MassTransit, ну, такое понятие, да, вот следующий слайд. Шаблон продюсер-консюмер, да. Продюсер что-то производит, консюмер что-то потребляет. И вот консюмеры, так как они являются именно обработчиками сообщений, которые приходят через Rabbit, ну, я про Rabbit говорю, потому что мы используем Rabbit, в другие очереди мы не используем. Вот. И консюмеры являются логикой приложения, которые, ну, собственно, в которой мы инжектим либо db-контекст, да, либо инжектим доменные сервисы, которые там, ну, что-то делают с сущностями. У нас есть опасность нашего, нет, несколько опасностей нашего подхода. Мы можем неправильно распределить зависимости по проекту. Ну, с этим как бороться? Просто, во-первых, достаточно просто понять, что там, грубо говоря, из первого уровня, да, нельзя вызывать седьмой уровень. И там, ну, это видно сразу там при код-ревью. И когда человек входит только в наш проект, он сразу понимает, ну, что вот есть, ну, мы ему объясняем, да, что первый уровень – это вот первый уровень. Первый уровень может использовать только второй, там, третий и так далее уровень, а не наоборот. Ну, все равно бывает, на код-ревью это, конечно же, пресекается, человек наказывается. Поэтому вот это одна из опасностей нашего подхода. Следующее. Это может запугать неподготовленного человека, но на самом деле это такое, ну, как бы, как сказать, дело десяти-пятнадцати минут. Рассказать, что вот, как зависимости располагаются, работай, пожалуйста, вот так вот. Показать структуру проекта. Обычно, а, ок, все, хорошо, поехали пилить бизнес. И вот есть один косяк такого подхода. Есть зависимость, она, ну, то есть, получается, у нас зависимость от entity-фреймворка располагается по всему приложению. Почему? Потому что у нас в интерфейсе db-контекста как раз-таки используется db-set, да, а это уже, ну, как бы, относится к entity-фреймворку. Ну, я, опять же, не считаю это большой проблемой, потому что, как я уже сказал, мне кажется, entity-фреймворк – это уже большая часть дотнета. Ну, без него никуда. Вот. Поэтому, ну, наверное, это небольшая проблема. То же самое, что там, например, говорить, что у нас есть зависимость там на system-task, давайте мы ее отрежем. Вот. Ну, теперь давайте попробуем, наверное, немножко покажу лайф-кодинга, покажу наш проект тестовый. Вот так. Можно включить лайф-кодинг? Как я и говорил, собственно, вот наш некий демо-проект, там будет на него, ну, уже была на него ссылочка. И, ну, хотелось бы вот просто пробежаться, буквально показать несколько таких концепций. Вот, например, utils, да, есть проект common, в котором есть несколько, ну, как бы, каких-то экстеншенов. Ну, в данный момент тут они не реализованы, да, но вот есть, например, identity – это базовая сущность, да. Есть некий асинкутил, да, который там, ну, работает там с… как это называется, да… Синкуэросинг, да, делает. Следующий уровень – это, собственно, вот наши, ну, сущности, да. Их, на самом деле, здесь может быть несколько. Ну, если мы говорим про подход DDD, да, то есть один, там, сервис на… Один сервис на… один, да, ограниченный контекст, то примерно вот так вот мы как-то стараемся жить. То есть один сервис занимается только своим каким-то таким большим ограниченным… Ну, большим… Вот в нашей работе он достаточно большой, там, сущностей, там, наверное, штук 50. И достаточно много действий он выполняет, как мне кажется, немножко зря, но как-то так сложилось. И, ну, мы видим, что вот здесь вот у нас может быть сущности, могут быть какие-то янамы. Сущности, да, они могут быть, ну, вот, как я говорила, сущность наследуется от identity, да. И, ну, здесь есть какой-то метод, который что-то делает, да, его может не быть. Янам, ну, достаточно, наверное, нечего показывать. Следующий уровень – это деби… это инфраструктуры… ну, контракт инфраструктуры, как я уже вот показывал, это вот idemo db-context, да, то есть это контекст. Вот он как раз ссылается, мы видим, на entity framework, на db-set. Ну, здесь может быть iMongo, например, контекст, iDapper, репозиторий, еще что-то. Не столь важно, да. Здесь также вот есть логгер какой-то, iLogger. Ну, опять же, это все для примера. Вот, следующий уровень – это вот как раз доменные сервисы. У нас есть один car-сервис, который вот что-то делает, когда у нас… когда нам надо запустить, там, например, движение, там, многих машин, да, вот… Ну, как мне кажется, это не уровень приложения, это просто вот… есть набор, там, да, сущностей. То есть расширяет… расширяет не очень богатую модель сущности, я бы вот так сказал, да. То есть вот есть там богатая, аномичная, богатая модель, а у нас не очень богатая модель сущности. Следующий уровень – это вот как раз уровень логики приложения. И мы видим, что здесь у нас… как здесь мы разделяем, на самом деле… Вот это тоже очень важный момент. Как здесь мы разделяем, ну, нашу логику. У нас есть сущность cars, да, ну, машина. И здесь у нас есть как раз папка, которая отвечает за работу с этой сущностью. Это не значит, что там между собой логика не может, там, взаимодействовать между собой, ну, высчитывать несколько сущностей и так далее. Но, в целом, желателен вот такой подход. То есть у нас есть папочка, которая работает с одной сущностью, и разделение на команды и запросы, да. Например, в queries, queries – это же не только у нас… Ну, queries – это что такое? Это запрос каких-то данных. И вот здесь у нас как раз вот сам iRequest, да, iRequest – это интерфейс из репозитория. Мы запрашиваем там, вот, moving car count query, да. То есть сколько машин в данный момент двигается. Ну, и, собственно, есть handler. Ну, вот здесь он в данный момент not implemented exception, да. Ну, он там делает какую-то логику, вычитывает из базы, смотрит, какие там, например, у каких машин выставлен признак, что они там в движении, и возвращает нам какой-то вот int, да, видно, что int у нас – это возвращаемый тип, возвращает какой-то ответ. И есть команды, да. Например, команда… Вот у нас есть сам request. И вот здесь тоже интересный момент, что вот эти вот request на команды, они могут использоваться как модели, например, в endpoint. То есть вот эти вот команды могут прилетать прямо в контроллер. При этом… Вот, например, я сейчас открою контроллер. Времени достаточно мало остается. Немножко задержимся. Вот carsController. У нас есть метод post, да, который, собственно, добавляет… Ну, должен добавлять команду… Должен добавлять машину в базу. И вот, собственно, он принимает вот этот вот addCarCommandRequest. Так, ну еще две минуточки буквально. Ну, и вот в инфраструктуре, опять же, да, мы видим, что описан сам dbContext. Здесь у нас вот как раз override метод saveChanges. И здесь может быть какая-то дополнительная логика. Например, там… Ой, я даже не знаю. Ну, там у нас определяется по некоторым сущностям, что эти сущности там наследуются от какого-нибудь интерфейса iAuditable. И этим сущностям надо, например, добавлять данные о том, что… Когда добавлена эта сущность или когда она была изменена. То есть мы там определяем, ну, либо это добавление сущности, да, либо изменение сущности. Вот. Ну и, собственно, последний уровень – хост. Ну, это обычное приложение, да, ну, веб-аппликейшн, да, в вебапе. То есть тут ничего такого хитрого нету. Ну, как бы используют Swagger. Ну, просто запуск самого приложения. Вот примерно такая структура. Наверное, об этом и хотелось показать, рассказать. Вот. Наверное, все. А у вас есть какие-нибудь принципы поделения логики на уровень приложения, сервиса и сущности? Вроде бы в сущности можно складывать все, что не касается верхних уровней. В логике сервисов, наверное, все, что общее. А вот приложения, фичи каких-то приложений, которые могут дергать… Ну, да, 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 я об этом сказал, наверное, достаточно скользь. То есть на уровне сервисов, это, скорее, вот уровень сервисов, да, это, ну, некоторый уровень именно работы с самими сущностями. То есть это логика, которая расширяет, ну, небогатую, да, небогатую модель у сущности. Вот. А на уровне логики приложения, да, application logic, там можно назвать, или просто logic, да, там лежит именно вот, ну, некоторые фичи, юзкейсы. Вот как-то так. Да. То есть это уже то, что может объединять уже несколько сущностей. Вот так вот. Да, точно. Можно же объединять их в сервисах, например. Ну, наверное, так, что сервисы доменные, они, скорее, работают только с одной сущностью. Конечно. Вот. А именно логика приложения, это уже прямо юзкейсы, какие-то определенные, и они работают с несколькими с сущностями. И они могут запрашивать из других микросервисов другие сущности? Да, конечно. Конечно. А вот события и посылка сигналов о том, что сущность изменилась, или то, что ее нельзя переместить в это состояние, есть ли какая-то? И где хранится реагирование на них? Ну, наверное, нет. У нас такого, мы такое не используем. Вот. Возможно. Да, да. Отлично. Ну, тут, наверное, я, извини, перебью тебя, да, буквально пару слов. На самом деле у нас логика приложения, она основана на своем таком фреймворке. логике, мы его называем flow engine, который реализует некоторые такие паттерны, ну, паттерн саги, собственно. Вот. И в этой логике реализуется как раз вот общение между сервисами, да, с помощью там, с помощью Реста, да, или с помощью Рэббита. И вот, ну, собственно, вот этой сагой реализуется как раз некая консистентность данных между, ну, собственно, нашим сервисом и другим сервисом. Вот так вот. Ясно все. Приходит логика обработки сверху, да? Да, да. Через консюмеры, либо через endpoint, ну, контроллеры. А вот получение данных рассматриваете, кроме как entity framework, если нужно что-то более оптимальное, если он не справится? Да. Да, но, как сказать, то есть, если у нас есть, там, ну, в данный момент мы используем там Mongo, да, потому что entity framework для наших целей справляется, а там, где вот не справляется, например, с определенными балками, да, потому что entity framework не очень с балками работает, мы используем платную библиотеку, она как-то там, не помню, как она называется. Ну, реализация хранится на инфраструктуре, а контракты… Да, 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 да. Вот. Но, опять же, да, то есть, если у нас есть вот ITP context, да, интерфейс, то если мы там хотим не entity framework использовать, а, например, dapper, то это будет как бы отдельная вещь. То есть, ну, скорее всего, оно там дернет какие-то сущности из базы через dapper, вот. Затем мы смопируем это как-то на сущность entity framework, там, ну, вот тут примерно так. То есть, все равно через entity framework только он будет делегировать? Нет, 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 ни в коем случае. Entity framework используем, ну, как entity framework. Ну, ясно, все. Спасибо. Пожалуйста. Есть у меня время, да, за такой вопрос? Спасибо за доклад вам. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, наверное, такой философский вопрос, я просто не мог его не задать. А где же место для так называемых cross-cutting concerns в вашей архитектуре? Я так понял, это в инфраструктуре, то есть интерфейсе инфраструктуры. Вы говорили про логирование? Да, да. Надеюсь, все остальное тоже там будет? Ну, да, да. Вот, а сама реализация уже, ну, в инфраструктуре, да. Спасибо. Вот еще хотел уточнить, вы показывали интерфейс доступа к данным, там был DBSet, да, вроде что-то и DB-контекст какой-то, да? Ну, это был интерфейс DB-контекста и, собственно, да, DB-сет там с самой сущностью, которую мы учитываем SBD. Вот, скажите, пожалуйста, при использовании entity framework, вот, некоторые дают такой совет, что, особенно при использовании CQRS, это удобно, что на запросы отключают трекинг? Да, мы такое используем, да, да, и это ускоряет. И в интерфейсе это каким-то образом, ну, как это можно, не знаю, наверное, правильнее реализовать через этот интерфейс и DB-контекст? То есть там несколько методов. Я понял, да, нет, через интерфейс мы это, наверное, ну, вот, через интерфейс DB-контекста мы это никак не используем, так как у нас, по сути, мы используем как бы сам entity framework нашей логики в наших сервисах. И, например, в каждом news case, да, или в каждом сервисе мы используем как бы напрямую DB-контекст. И запросы, которые мы делаем в entity framework, мы описываем именно в тех сервисах и в той логике. Если нам надо там основ трекинг использовать, мы прямо там это прописываем. Использование MassTransit, вот, скажите, пожалуйста, как мне понять, что я на проекте хочу пользоваться именно MassTransit, а не, допустим, RabbitMQ клиентом? Вот, как мне понять, что я хочу именно его использовать? Ну, интересный вопрос. Прийти к архитектору, архитектор скажет как надо. Вот так вот. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за выступление. Маленький вопрос. Как наказываете разработчиков, которые ошиблись в референсах между слоями? Премии лишаем. Нет, шутка, конечно. Ну, проводим разъяснительную беседу, собственно, как надо делать все. Ислав, спасибо за доклад. Пожалуйста. Спасибо.